Кольская ГМК передала Печенскому округу пожарный автомобиль. В компанию он оказался невостребованным после остановки устаревшего плавильного производства в никеле. Зато в муниципалитете для него нашлась работа. Небольшой пробег, без аварий один собственник. Так, языком объявлений, наверное, можно описать этот автомобиль. Машина не новая, но в Кольской ГМК она фактически находилась на консервации. Тушить реальные пожары ей, к счастью, не довелось. Эта машина у нас уже не первая. Мы вторую на моей памяти передаем пожарную машину в ведение округа. Надеюсь, что она будет успешно справляться с задачами, которые стоят перед спасателями Печенского округа. Ну и поможет, возможно, в каких-то нестандартных ситуациях в том числе. Новым местом службы для пожарного автомобиля станет поселок Райкоске. До него из никеля больше 80 километров. Поэтому на случай ЧП нужно иметь там спецтехнику под рукой. У нас в планах в этом году создать там добровольную пожарческую дружину ДПД. Машина там есть на базе, собственность ТГК, но она на базе ГАЗ-53, старая уже машина. И мы, конечно, планируем этот КАМАЗ перегнать туда, чтобы машина стояла там. И в случае, не дай бог, каких-то ситуаций была использована. Напомним, выпуск ГАЗ-53 прекратился 30 лет назад. И ветеран отечественного автопрома, конечно, уже требует замены. Илья Кумлев, Борис Савельев, ТВ 21+.